Денис, приветствую тебя. Привет всем. Сегодня у нас традиционный эфир для четверга. Обсуждаем с тобой о финансовой рынке, конкретную рыночную ситуацию с позиции двух видов анализа, но иногда и добавляющую психологию, когда есть хорошие данные по рыночному сентименту. Фундамент и техник – это основа для принятия торговых решений, и мы, друзья, с Денисом с большим удовольствием делимся с вами нашим видением, нашими точками зрения. Мы не претендуем на истину первой инстанции, лишь подсвечиваем возможности, конечно же, которые есть. От вас уже зависит, будете ли вы их использовать. Так, ну что, Денис, я предлагаю сегодня обсудить евро, британскую валюту, скажем, вот этот костяк основы рисковых инструментов валютного рынка. Можем посмотреть нефтянку, да и если захочешь, можем еще что-нибудь добавить в арсенал, но это если останется время. Давай на этих активах сфокусируемся сейчас. Давай. Так, ну, пару слов, давай к демонстрации КАН, пару слов про индекс доллара, куда без него он у меня первым открыл всегда. Котировки 104.75. Сейчас мы видим то, что интерес к доллару сохраняется. И оно понятно, потому что за прошедшие, можно сказать, 4 торговые сессии, тот фундамент, который опубликовался, это несколько макроэкономических отчетов. Ни один релиз не стал причиной, из-за которой мы могли бы усомниться в том, что американский регулятор будет придерживаться политики, которая всем известна уже. Это жесткая монетарная политика, направленная на постепенное повышение ключевых процентных ставок. Заказы на товары длительного пользования, они вроде бы как с первого взгляда разочаровали, потому что там был спад на 4,5%. Но, честно говоря, глубокий анализ компонентов ясно бы подсветил, что из определенной категории товаров мы увидели эти значения с минус. Но если как бы очистить общий объективный показатель заказов, то в целом динамика положительная, рост там на 1%. Продажи не завершенные продажи, правда. На рынке недвижимости показывают рост уже не первый месяц подряд. Я делаю вывод о том, что в целом рынок недвижимости сейчас, если говорить об процентных ставках и их влиянии на ипотеку. Рынок недвижимости пока далек от кризиса, это тоже позитивный момент, который добавляет пространство для маневра американскому регулятору и позволяет ему не отказываться от тех намерений, которые предполагают повышение ставки даже на 50 байсных пунктов. Я сторонник идеи, правда, у нас меньшинство, что на мартовском заседании 21-22 марта американский регулятор может выкинуть какой-нибудь сюрприз и поднять ставку не на 25 байсных пунктов, как все ожидают, но на 50 байсных пунктов. Сейчас по индексу доллара. Вчера, кстати, был отчет АСМ. На этой неделе два важных релиза. Это АСМ производственного сектора и АСМ сфер услуг в конце недели. Вчерашняя статистика, показатель февральский лучше, чем мы видели в январе, поскольку был зафиксирован рост 47,4 до 47,7. То есть еще один неплохой отчет. Но здесь нужно признать, конечно же, что все равно индекс остается ниже 50, это как бы плохо. Но он не может оказаться сразу как бы выйти с тех уровней, на которых он находится сейчас, он выше 50. Нужно пройти какой-то путь, который будет тенденцией. В данном случае мы видим, что эта тенденция постепенная, восстановительная. И в месяц-два, я думаю, что и промышленный сектор тоже кажется выше 50, что позволит говорить об росте и этого сегмента американской экономики. В целом, напомню, что по прогнозу ряда банков, за которыми я слежу, это Сити, Барклайс, Голман Сакс, они ожидают повышения ставки до 0,75%. Есть куда расти, то есть это означает, что с текущего уровня 4,75 ставку на ближайших первых заселениях могут повысить, получается, уже на ровно 1%. Поэтому по индексу доллара, кому интересно, долгосрочная точка зрения, это для тех, кто хочет работать с индексом доллара, я бы рекомендовал покупать. Ну и имейте в виду, что если вам даже индекс доллара неинтересен сейчас, вы должны понимать, что доллар сейчас лидер рынка. И его рост будет оказывать давление на рисковый инструмент. Вот теперь предлагаю перейти к европейской валюте, сейчас котировки 1,0627, мы развернулись, снова возвращаемся в канал такого локального нисходящего тренда. И я допускаю, что эту неделю мы завершим ниже отметки 1,06. Макроэкономическая статистика, индексы активности промышленного сектора Германии и еврозоны разочаровали, инфляция продолжает расти. Вчерашний отчет по Германии показал, что индекс потребительских цен в базовом выражении вырос с 9,2 до 9,3%, а сегодня буквально через час с небольшим ждем отчет по инфляции в еврозоне в целом. С одной стороны, можно было бы поспекулировать на теме того, что если инфляция растет, значит, ЕСБ должен повышать ставку, и это позитивный момент для евро. Но я сегодня на своем брифинге также говорил о том, что европейская экономика – это не экономика США, и так вот просто продолжать уже зачать политику, не думая о негативных последствиях в виде рецессии, ну, нельзя. И ЕСБ постоянно будет делать на это скидку. Я думаю, что если ЕСБ будет все же так же активно повышать ставку, как потенциально это может делать Федрезерв, это приведет к серьезному расхождению как бы в привлекательности рынков европейском и американском. Это будет точно расхождение не в пользу Европы. Евро рекомендует шортить с целями 1,0550 и ниже. Британская валюта мы увидели буквально, если закрыть глаза на текущую торговую сессию и на вчерашнюю, фунт демонстрировал попытки роста, они совпали еще с решением английских властей, которые достигли компромисса с ЕС по вопросу Северной Ирландии. Это связано с товарооборотом, более преемственными торговыми условиями, но позитив продержался недолго, потому что в конечном счете всем пришлось снова сфокусироваться на серьезных макроэкономических проблемах, просто безудержного роста инфляции, она остается уже 5 месяцев подряд выше 10%, и действия, которые предпринимает Банка Англии. Даже больше скажу, вот на вчерашнем выступлении главы Банка Англии Эндрю Бейли, он ходил вокруг да около перспективы следующего повышения процентной ставки, и так и не признал, что это решение может быть принято на следующем заседании. То есть вполне возможно, что Банк Англии вовсе возьмет и нажмет на педаль тормоза, возьмет паузу и попробует оценить те решения, которые были ранее уже приняты. Я думаю, что это нужно сделать, потому что 10 раз подряд Банк Англии повышал ставку, а инфляция по-прежнему остается на двухзначном уровне. Что-то они делают неправильно, и не нужно создавать дополнительные проблемы для рынка недвижимости, который и так уже очень близок к кризису в Англии. И если все же Банк Англии будет дальше повышать ставку, я считаю, что это очень сильно мрачит перспективы британской экономики. Без каких-либо сомнений. Я прям рекомендую визуализировать, отталкиваться от текущего фундаментального фона по английской экономике, и делать ставку на укрепление курса доллара, опять же, анонсируя или придерживаясь короткой позиции по паре фунт-доллар целями 1.19-1.18.50. И что касается рынка нефти, здесь, честно говоря, новостной фон, он не такой уж и интересный за последние торговые сессии, но единственное, что все следили за данными по запасам нефти. Они на прошлой неделе тоже выросли, но если мы сравним рост запасов в прошлой неделе с динамикой их увеличения в последние две, то прирост на 1 миллион, если сравнивать с ростом ранее на 7,5, а до этого еще больше, чем на 15 миллионов, он, конечно же, совсем выглядит смешным. Поэтому я думаю, что даже прирост в 1 миллион баррелей трейдеры сейчас трактуют, интерпретируют как пограничный уровень, когда через неделю запасы снова пойдут на спад. И в этом рынок видит оппозитив. Основная рыночная идея, так это то, что нефть будет расти, потому что восстанавливается экономическая активность в Китае. Буквально вчера, ранним утром, был опубликован блок статистики по промышленному производству китайской экономики. Мы увидели позитивную динамику, которая доказывает, что китайская экономика восстанавливается. Я рекомендую по нефти ждать выход с этого треугольника. Это в районе 84-50 и движение уже выше к целям 87-88, потенциально 90. Денис, слово тебе. Так, отлично, меня уже должно быть видно. Значит, что касается... В целом, я тебя прослушал по инструментам всем. Я, в принципе, согласен. Единственное, там по нефти есть такой спорческий момент. Но дойдем до нее, как раз покажу. Значит, что касается индекса доллара. Здесь, да, абсолютно ничего не поменялось с момента, как мы с тобой в прошлый раз смотрели. То есть, как раз в то время был вот уровень 105-30. От него коррекция небольшая вниз прошла. Достаточно классическая, понятная вполне, потому что здесь же локальное накопление было. Сейчас вот формируют выход вверх. Причем этот выход будет с перехаем. Я пока не ставлю целью куда именно. Дело в том, что если смотреть более масштабно, то выход получается где-то в район 107-60. Но тогда, конечно, остальные валюты упадут весьма значимо относительно бакса. Поэтому я здесь очень-очень осторожен. Но стратегически мне, конечно, бы хотелось увидеть вот такой выход. Я не уверен, что прямо намного дальше пойдут, потому что в целом считаю, что разворот, который состоялся в конце сентября прошлого года по индексу доллара, что он не коррекционный. Это первая такая заходная волна дальнейшего будущего снижения. То есть если говорить про более крупный масштаб. И, соответственно, сейчас от вот этого снижения у нас формируется коррекция. То есть коррекция, если в область где-то примерно половина, сейчас не говорю про всякие уровни и так далее, а так в целом, если оценить, то есть примерно половина от текущего падения, то это очень часто, на самом деле, практика. И поэтому стратегически ставлю все-таки приоритет на 107,5-107,60. То есть вот в эту часть. Как туда будут идти, какими зигзагами туда будут двигаться, ну, это, конечно, заранее сказать очень сложно. Поэтому пока что приоритет действительно локальный нарус. Кстати, если на по евро у нас приоритет в противоположную сторону, то есть на падение. Здесь четырехчасовая графика, поэтому в чем основная идея? Цена зашла вчера в область сильного профильного объема, ключевого, я бы даже сказал. То есть на протяжении всего падения, которое началось со 2 февраля, то есть месяц назад еще, на протяжении месяца цена падала, 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 потом формировалась коррекция. Внутри, когда формировалась эта коррекция, у нас есть вот такая некая сердцевина движения, и наиболее крупный объем проторгован был, если прям точечно взять, то это 1 на 6,90. Это прямо точное значение. Я его как раз ждал вчера, что цена протестировала, может быть там даже 1,07, ну примерно где-то в этой области. И затем уже продолжение снижения. Кумулятива у нас направлена ценой, то есть аномальных расхождений нет, это тоже хорошо. Также вливался вчера точный объем у нас на протяжении роста, мы видим четко по футпринту, где основная часть объема, то есть 1,0670. Я бы даже выбрал такую область, 1,0665, 1,0675. Вот в этом диапазоне основной находился объем по бидам, то есть это рыночные продажи, которые дали реакцию вниз. Соответственно, а что у нас есть для роста? Да ничего. На самом деле практически ничего у нас нет для роста, поэтому я выставляю основной приоритет на продолжение снижения в район 1,0480, то есть на предыдущий локальный минимум еще от января месяца. И я считаю, что туда-туда цена с очень большой вероятностью сходит, но это даже не предел. Здесь есть по следующему опционному контракту потенциал даже на 1,0350. Я пока не буду так далеко загадывать, но на всякий случай мы его учитываем, что он существует. 1,0350 там интерес есть. Если добавить еще недельные контракты, то мы видим, что огромное, просто колоссальное обливание в текущем недельном контракте, экспирация у которого будет 10 марта, добавляется на уровне 1,0495. С учетом погрешности, пока это отдадет. В общем, 1,05 пускай будет. Здесь по недельному контракту просто колоссальный объем. Именно колоссальный. Еще больше на следующую неделю тоже добавляется экспирация 17-го числа, то есть 17-го февраля. Так как у нас завтра будет экспирация месячных контрактов, поэтому недельный, соответственно, торгуется дольше. Именно текущей недельным будет торговаться 2 недели. Так что вот эта вот область, если ее комплексно выделить, 1,0435, 1,0490. Вот это область сильнейшей недельной поддержки, от которой действительно с очень большим вероятностью будет отскок. А дальше уже, возможно, будем смотреть на продолжение снижения. Там я пока далеко не загадываю, но такой потенциал тоже есть. В общем, деталь не глянули, пока что падаем. 1,05 буду ловить здесь по тейфу. Касательно фунта, я полностью согласен. Фунту, я не знаю, стенсора пропустится или нет. Ну, короче, жопа. Потому что, назовем вещи свои имена, потому что, на самом деле, действительно, чтобы я смотрел даже за их решением, чтобы не предпринимали или предпринимали и глава их Банка Англии, и премьер-министр, но все равно не помогает, и все. Дело в том, что, я думаю, честно, у меня стойкое впечатление, что Европа, она где-то вот в плане развития экономики заморозилась еще в 19 веке. Вот с тех времен особо ничего не поменялось. Когда у меня просто очень отличается, скажем, мнение касательно той же налоговой реформы, когда начинают душить налогами, это никогда ни к чему хорошему не приводит. Деньги не могут течь туда, где не дают им нормально размножаться. Ну, это просто невозможно. И таких прецедентов на примере того же Сингапура, на самом деле, в мире достаточно много. Так что по фунту, я думаю, пока что просвета особого нету, движение в район локальной поддержки на 1,0850 у нас сохраняется. Здесь я точно так же продажу, которые были еще и на прошлой неделе, новые продажи с текущей недели. К сожалению, немножко вверху не достали на 21,50. Вот, обиднее, когда там погрешность буквально 7 пунктов получилась, но даже выброс этой недели все равно никак не поменялась ситуация, потому что влили просто колоссальный объем. Вот если его по футпринту посмотреть, то здесь он просто нереально крутой на 1,2105. Прям видно очень хорошо, такой как айсберг торчит посередине свечи, и следующая реакция была сделана вниз. То есть это признак того, что здесь агрессивные рыночные участники, крупные, скорее всего, это были коммерческие банки, они агрессивно продавали. Соответственно, эти продажи они удерживали и вчера, и будут удерживать в дальнейшем. Откупные объемы, которые пытались сделать от хеджа, опционного хеджа, тоже не привели ни к чему. То есть небольшой откат, да, дали вчера. То есть я как раз проводил голосовой чат, там уже некоторый был кипиш, как же так начался уже такой откат, возможно, пойдем снова вверх. Ну, возможно, да, но я продажи пока буду держать. В общем, привержение своего же слова, так что буду дальше удерживать. И да, здесь в 18.40 есть потенциал дальнейшего снижения, но пока не особо далеко, на самом деле, загадываю. То есть в районе где-то 1.1750, 1.1780, потому что по опционам здесь еще есть закос, но завтра экспирация будет уже месячных опционов, как раз этот уровень относится к текущему месячному. И он уже не будет актуальным. Поэтому буду смотреть, что там зальют уже новый контракт. А пока что локально вниз. Кумулятивная дельта точно так же направлена с движения вниз. Крупные объемы у нас будут на цену тоже дополнительно давить. То есть снова продажи. Так, и что касается нефти. Вот по нефти, знаешь, здесь вот у меня есть стация 50-50. О том, что я по нефти уже дважды продавал, причем с верхних экстремумов, и оба у меня без убытки. Ну, там мелкий плюс на пару тиков, не в счет. В общем, суммарно без убыток. Да, здесь в чем нюанс. Дело в том, что по АСКам крупные вливались на верхушке. Это лимитные продавцы. То есть лимитные продавцы при росте в районе сопротивления вливаются сделки по АСКам. Затем внизу у нас было и закрытие, и перелив на покупки. Что сейчас вверху, я пока не готов говорить. Сопротивление сильное. То есть здесь у нас половинка маржинальной зоны находится. Здесь же у нас и техническая зона вращения также находится. Плюс ко всему вот такое вот, такая трендовая сопротивление у нас тоже есть. И цена ее достаточно неплохо, на самом деле. Сейчас видите, тут прямо в нее уперлась. Можно сделать еще дополнительную. Она у нас будет вот в таком виде. Поэтому я погрешность на всякий случай учитываю, что могут там чуть повыше быть. Продаж я вышел, но, как мне кажется, локально, именно локально, еще продажи прогуляться могут. А потом уже, только после этого, будет глобальный рост. Поэтому, еще раз говорю, это чисто мои хотелки. Я не знаю, будет так или нет. Мне бы хотелось очень увидеть вот такую картину, то есть локального снижения. А потом же можно будет говорить про более серьезный рост. Но будет ли вот это снижение, реально, я не знаю. Потому что вот эта вот пила, она меня уже очень сильно достала, действительно. Потому что хочется нормально в тренд войти. А сейчас это практически срединный диапазон, который самый худший для принятия решения. То есть от него и покупать как бы нельзя, потому что может очень легко вынести любым откатом. И при этом стопы будут просто огромные. И продавать стрёмно, потому что после вылитого вчера, вот здесь вот внизу объема, нового, более значимого, крупного вверху не было. Вот. И поэтому я предлагаю по нефти вообще ничего делать. Вот реально до максимального прояснения ситуации. Потому что мне лично здесь непонятно, что именно вот в краткосрок спекулятивно сделать. Потому что абсолютно одинаково могут как вверх пойти на пробой, перекрыть весь сегмент. Точно так же вниз на ретес с предыдущим как раз объемом. И потом уже только нарус. Поэтому я предлагаю все-таки с ней немножко повременить. Но если здесь дадут перекрытие хотя бы локальное вниз в район там 76-30 примерно и сформируется зона продавцов, от нее можно будет работать. Вот. Но это только если сформироваться. Пока этого еще нет. Так что ждем. Спасибо, Денис, за рекомендации, за советы, за анализы сделок. Дело за малым, хотя может и нет. В общем, нам нужно наблюдать, следить за тем, какие еще катризаторы на рынке появятся, которые толкнут и доллары, и лисковые инструменты к тем целям, конечно же, которые мы с тобой поставили. Будем визуализировать со своей стороны. Через неделю снова увидимся, обсудим. И я, честно говоря, практически уверен, что индекс доллара будет уже выше 105 пунктов и отработают на 100% те рекомендации, которые мы с тобой дали по слабости. И европейская валюта, и пункта. Потому что как ни крути, но когда доллар растет, этим ребятам приходится признавать свою беспомощность перед ним. Денис, спасибо тебе большое за то, что смог найти время, обсудил со мной рынки, подсказал, как можно работать здесь и сейчас. Хорошего у тебя закрытия в неделях, выходных, и увидимся через неделю. Спасибо тебе тоже за анализ и традиционно нашим подписчикам прибыльного окончания торговой недели. Хотя с таким рынком, мне кажется, закрыть не в прибыль просто невозможно. Ну все, пока. Пока-пока.